Наша пресс-конференция достаточно на актуальную тему, потому что те истории, которые сейчас происходят с добровольными, вернее с бойцами, которые добровольно пошли первоначально защищать Украину, они не совсем соответствуют тому восприятию, которое есть и законодатель, что Украина, по всей видимости, не готова отразить те случаи, которые происходят на войне. Поэтому об этих историях и не только Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, и Геннадий Токарев, это адвокат Юрия Гукова, насколько я понимаю, который сегодня представляет интересы его в суде, тоже Харьковская правозащитная группа. Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, и Геннадий Токарев, и Геннадий Токарев, и Геннадий Токарев. Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, «Наш погляд, что происходит в этой ситуации, абсолютно не нормальным. Мы раздрукували очень короткую информацию про Гукова. Тих, кто еще не трех, ее можно взять на столи. Очень коротко повторюсь, что Юрий Гуков, ему 43 года, он профессиональный журналист, довольно известный. Он был, в частности, спецкаром «Дзеркало-тижня» по Донецке и Луганской области, где несколько лет. Он работал в многих луганских газетах Волчевських, в телекомпанах, он был директором «Тижневый погляд» и руководителем медиа-студии «Креатив». За фахом, он журналіст, и он заканчив факультет звукорежиссури в Петербурге. Був активным участником Евромайдана. Еще до того, був в виборчих комиссиях різного рівня на всех выборах. На остальных выборах в 2012 году он был главой окружной виборчей комиссии в Красном Луче. И на начале травня он был одним из первых пяти людей, которые засунули батальон «Айдар». Он там пребывал три месяца и был слушан Петербург, сколько был в конфликт с комбатом этого батальона «Мельничук». В связи с тем, что «Мельничук», как утверждал, Юрий, захочевал мародерство. Там было нормою катування полонеза. Юрій выступал против этого и пытался припинуть эти катувания, выключить швидку и за это сам був заарештованный в Айдарі и потрапил до подвалу, откуда его с большими трудностями діставали. После этого он некоторый час шукал работу, потом приехал в Харьков и начал работать как журналіст в нашей организации, в ХПГ. Вы можете на сайте найти следы его деятельности, его статьи. Кроме того, он создал и ввел наш відеоархив. Дуже много ездил в зону АТО и можно сказать, что он был очень сильно вражен этим конфликтом и тем, что происходило в его родных местах. Кроме того, этот конфликт прошел через его родину, поскольку он сам пришел к Айдару. Он был украинским патріотом. Он был еще на Майдане по Моранчевому в 2004 году, в 2014 году. А его дружина Анна, також журналіст, також добрый журналіст. Но она была прихильницей в Новороссии. И у них трое маленьких детей. Он пытался отказать ей покинуть Алчев с детьми, но она осталась там. А потом стала пресс-секретарем Мазгового, который был комбригом бригады «Призрак». Он был расстрелян 23 апреля этого года и разорвался из Мазгового, и погибла и дружина Юрия. Он был очень сильно пригнишен цивилизмом и начал проводить собственное расследование. Он пришел к выставке, что это было замовленное убийство, и что его действовал российский спецназ. И когда он пришел продавать заяву про убийство дружины, его забрали разом с заявкой. Это было 23 червня. Но выявилось, что за старым эпизодом, который произошел 4 червня минулого года, против него и других бойцов Айдарова было начало криминальное проведение с винувачением в злочине разобий за предыдущей скояной группой оси. Это часть 3 ст. 187. Он был в расшуку, хотя шукать его было очень просто. Наш сайт всем известный, в том числе и в МВС его найти, это даже надто просто, я бы сказал. Но, тем не менее, это тривало правильный час. И пока он сам не принес заяву про убийство дружины, его никто не чипал. Тут его затримали. 25 червня, виявилося, что справа забрала в свое проведение Генеральная прокуратура. Поэтому вопрос о санкции за побежный захист в решении Печерский суд. И никто другой, как судно-звестный суд Александр Царевич, нам хорошо известен, который, за три часа в видеоконференции, ничего не спросивши, ничего не объяснивши, не оценивши риски, ничего, полностью порушивши КПК, за три часа в решении его тренировать под вартою. До 8 сербря. Ну, точнее, до конца недели, 7 сербря. Мы вступили в эту справу, мы запросили адвоката у Кровоморозе, оскільки расследование цієї справи передали чему-то в мейской прокуратуре в самый Кривый Риг. Юру, соответственно, перевезли в так званный Бублік, так называется зон номер три у Кровоморозе, оскільки он имеет форму Бубліка. Він там зараз перебуває, где следствие. И там адвокат працюет в межах следствия, а операционную скарбу мы подавали в Киевский мейский операционный суд, оскільки мы скажем, в постанову Печерского судна. И тут мы запросили другого адвоката працювать, потому что одному адвокату на два места сложно впоратись. И мы стыкнулись с тем, что тривали термин за месяц, мы так и не смогли провести апелляционное заседание, апелляционное проведение. Було четыре заседания, и его в пяти перенесли на 5 серпня на 16.35. Первый раз не было справа, и никто не подбал про то, что был обвинувачен. Ну, судья мягко дорекнув прокурору, что так не можно. Другой раз не было связи с СИЗО, и прокурор, адвокат сказал, что для обеспечения права на захист это необходимо, чтобы был обвинувачен перед судом. И судья запропонувал его привезти, доставить в Киев. И запропонувал термін 6 дней для этого. Прокурор сказал, что, наверное, так, мы это сделаем, мы это обеспечиваем. Хотя, будь-кому, кто близко стыкается с этим вопросом, знает, что, чтобы доставить из Киевого рога до Киева вязнь, нужно минимум две доби. Одна доба, чтобы его привезти в Днепропетровск, этапом, в следствие изолятора, а другая, чтобы из Днепропетровска в Киев, этапом. Ну, тем не менее, было сказано, что это было два прокурора. Один из прокурорского рога, другой из Генеральной прокуратуры, что доставим, а все. Ну, и мы, так, взагалі, загальний настрій суду, не мог бы, був такий, что все погодживалися, ну, так, таке было ощущение, что справа дивная, и такая ситуация нестандартная, там, и так далее. Но, третье, Юрий Гуков не был доставленный до суду, и прокурор сказал, что то, что мы знали, что, чтобы доставить из Киевого рога, нужно два недели, и ранее, 8 серпня, его доставить не могут. После этого судья снова дарикнув прокурору, что он этого раньше не знал, и снова перенес справу. Но, этого раза уже не 30 липня. 30 липня была телеконференция, 30 липня був адвокат, прокурор, все были. А я еще хочу сказать, что я уже в первом заседании заявил, что я хочу взять Юрия Гукова на поруки, быть поручителем за него, отдав все документы соответствующие. Поэтому я приходил на все заседания, специально ездил до Киева, чтобы быть на этих заседаниях апелляційного суду, которые взрывались. Ну и тут, не мог бы все, и шло, так бы мовити, как мое быть. Були заслухані прокурора, адвокат, обвинуваченный, спитали меня, почему я его хочу взять на поруки, чи знаю я про ответственность, и так далее. Я раз появился обстоятельства в семейной Юрия Гукова, что трое неповнолетних детей лишились без батька и матери, и сейчас перебывают у дедуся и бабушки, это батьки и матери, в Перевальному, причем эти батьки не отримывают пенсии, и отримывать трех детей им очень тяжело, это понятно. А детям нужно в школу идти, и ясно, что это нужно делать в Харківе. Короче говоря, все на мов вийшло так. Когда вы спросили прокурора, так в суде ставили ему вопрос, как он ставится до того, что дети без батька и без матери. Почему он не предполагает на продолжение отримания под вартою. Складывалось впечатление, что суды, так мовити, поддерживают эту идею про учительство, и так далее. Я несподеванно в конце поставил вопрос к прокурору, то, что он знает, что он измиссии 4 ст. 124 Криминального кодекса. Он судорожно начал хапаться за КПК, шукать эту статью, читать ее. И ему сказали, что вы не читаете, мы ее знаем. Вы прочитаете для силы только частью 4, а не с начала. Он все-все об ней прочитал голос. Ну и там было сказано, что все действия проводятся в межах криминального проведения. И его спросили, когда были продолжены термины криминального проведения. Это вопрос, который не смог бы ответить. За него ответили суды. Криминальное проведение было открыто так давно, что оно было продолжено до 5 травня. И в материалах дела нет документов, что термины криминального проведения продолжаются. Ну, это вообще, мы в зале суду просто были в шоции повном. Я впервые таки бачу, чтобы этого не было. Мне сложно себе уявить, что Генеральная прокуратура не занимает то, чтобы продолжать, согласно закону, термины криминального проведения. Ну, прокурор мявся, жався, говорил, что не вон есть. Короче говоря, что там было не понятно. Суды его снова поваяли и дали ему 5 минут, чтобы он нашел эту постанову. Перерву его. После перервы, реально, она была больше. Он сказал, уверенность, что постанова есть, но в крово-морозе, что ее не привезли. Что он просит перенести суд еще раз. Ну, суды его снова поваяли, сказали, какое становище вы ставите суд. И перенесли справу в 5-е, на 5-е церкви. Вот я особисто вважаю все это просто, знаете, такою грою, яка має на меті одне – не дати провести апелляційный взгляд нашей эскарбе. Просто не дати его провести. Пять раз перенесли за різными приводами. И теперь, а далее, аскільки 7 серпня ввечері всплывается термин утримания педвартина, за 5 дней до этого мае бути за КПК постанова слідчего про то, что будет дальше. И мы знали, что слідчий хочет продолжить следствие. Тобто было зрозуміло, что, мабуть, до 5-го будет уже суд в Кривом Розе про продолжение терминов утримания педвартина, про продолжение терминов заблежного захода утримания в СИЗО. Так, как мы гадали, так оно и сталося. И уже в суботу слідчий поведомил адвоката в Кривом Розе про то, что у второго-четвертого серпня будет судовое проведение, а на 2 часа позже, в суботу, в выходный день, позвонил судья, и сказали, что это будет на 15-й часа завтра. Тобто, если завтра будет продолжение термин утримания педвартина Юрия Гукова в СИЗО, то наше апелляционное проведение втрачает сенс, оскільки немає предмета розгляда уже. Ухвала Оксана Царевича уже, так мовити, немає сенсу, оскільки буде вже інша ухвала. Але еще цікаво, что слідчі просять подовжити термин утримания педвартина в СИЗО всього на один тиждень, з 8 до 15 серпня. И это при том, что мы знаем, что слідчие действия, которые намечены, неможливо выполнять за один тиждень в этой справе. Нужно, как минимум, три тижни, не меньше. Это очень хорошо, нужно работать, чтобы все это сделать три тижни. И я ставлю вопрос себе, почему это делают? На один тиждень, а потом еще на тиждень, потом еще на тиждень, в крово-морозе, близко, и вверх тут привезли, продолжили. И у меня одна ответственность на это вопрос, что же, снова таки, не дать нам подать аболіційную скаргу и встигнуть ее взглянуто. Потому что за тиждень это очень тяжело сделать. Вот такие игры прокуратуры обвинувачения судом против нашего сотрудника, против журналистов, они, ну знаете, это просто, это выглядит, у меня даже слава нет, как это назвать. Это неподобство. Поэтому мы решили, что у нас нет другого выхода, как не сподеваться уже только на сути правовые заходы, а перейти до заходов публичных. И мы проводим сегодня пресс-конференцию, завтра мы пикетуем Генеральную прокуратуру. Я поеду снова в Кривый Рег и буду пытаться взяться на полуке ее там. Цей пикет будет без меня, на жаль, в Киеве. Після-завтра мы проводим пресс-конференцию в Киеве, с этого привода. Я пойду на собственный прием до Генерального прокурора, до Голового військового прокурора. Я цього так не залишу. И хочу сказать, что этот беспредел надо закинчивать. Бо, взагалі, я так раз говорю обставины цієї справы так детально, чтобы вы понимали, что происходит в нашей стране. Если вы на это поддевите, если вы идете за важность этой справы, а поддевитеся больше всего, то можно сделать висновок, что патріотам, которые пришли защищать свою страну, они получили за это тюремную расплату. О, что. И ни как иначе это назвать не можно. И это ганебно. И это не может не дратить и общество, и всех нас. Это не ясно добровольцев. Я понимаю певні мотивы этих действий. Справді, певна частина этих добровольцев сьогодні, они не все есть у частинах військовых, ВС, или других. Тобто сьогодні азбройная людина має бути в каком-то державном уровне. Это правильно. Треба прекратить незаконный обеих оружий. Это правильно. Треба прекратить залучение этих добровольцев до разных суммонтных оборудов, то, что мы видели в Мукачево, в высших местах. Это также правильно. И эти действия государства не можно не поддерживать. Но, знаете, эта кампания принимает какой-то удивительный взгляд. Когда под эту раздачу потрапляют люди, которые, на самом деле, очень далеки от этого всего, по-перше. По-друге, они сами выступают против этого всего, как наш товарищ Юрий Луков. И, по-третье, абсолютно не понимаю, почему саме их притягают до ответственности, оскільки мотивы и основы для притягивания до ответственности очень сомнительными. Я хочу передать слово адвокату Токареву, который вам объяснить, в чом на наш взгляд полягает необгрутованность в криминального преследованиях Юрия Лукова. Нема там разбою ніякого, так попросту кажучи. Не было там разбою. Будьте, пожалуйста. Добрий день. Ну, по-перше, я хочу уточнити, що я ще не був адвокатом у справи, а лише намагаюся завтра це зробити. І, власне, це повязано з тим, що із справи Гукова зробили якусь справу загальнонаціонального масштабу, враховуючи те, що сказав Єгеній Захаров, що Гукова переслідує Генеральна прокуратура, розслідування проводиться у Кривому Розі, затримали у Харкові, запобіжний захід обирав Печерський суд міста Києва, і апеляція мала бути у Києві, відбуватися. А зараз, вже десь тиждень або більше, була зміна слідчого, і зараз новий слідчий, який, за моєю інформацією, лише два тижні, як взагалі працює слідчим, і це дуже дивно, якщо вже така важлива справа. Ну, і, власне, тому ми теж маємо вживати якісь адекватних і правових заходів, тому що невідомо, куди завтра вирішить генеральний прокурор або головний військовий прокурор направити цю справу для розслідування, щоб його було важкіше захищати. Щодо самої кваліфікації дій. Звичайна подія була, яка стала приводом для кримінального переслідування. І підозра, ну, хто знає, це зараз звається повідомлення про підозру, вона була складена за статтєю 187 частиною 3 Кримінального кодексу України, тобто розбій, вчинений з проникненням, поєднаний з проникненням у житло. Ну, а за фабулою справи, ну, як це написує прокуратура, це був розбій, вчинений трьома особами, одними з яких був Юрій Гуков, і, власне, це всі вони бійці Айдару. І ці два інші, учасники цих подій, а вони дійсно прибули до квартири особи і намагалися за вказівкою, звичайно, за усною вказівкою командира батальйону, дуже відомого Мельничука, ви знаєте, доставити цю особу, яка за відомостями, які були в батальйоні, здійснювала антиукраїнські дії. Простіше кажучи, він участвував у побитті українських активістів. Ну, це вже в зоні АТО, розумієте, і там дуже різке розділення поглядів, воно висловлюється в дуже різкій формі. І на місці вони прибули до цієї квартири, і, власне, Юрій Гуков, його роль, навіть за версією обвинувачення, вона була такою, що навіть неможливо сказати, що ж він там робив. Простіше сказати, що він не робив. Він зайшов разом з цими двома своїми товаришами до квартири. Да, в нього була зброя автоматно, тому що вони всі ходили в той час зі зброєю в тому районі. Ну, і, напевно, і зараз так роблять. І він став біля дверей у прихожому приміщенні цієї квартири. Вона дуже велика квартира. Я бачив цей план квартири, цей підприємець. Ну, напевно, 100 квадратних метрів багато приміщень. І він взагалі-то не бачив, що там відбувалося. У справі є два інші підозрювани, а двоєм цим теж була висунута підозрюва. Вони перебувають у розшуку, і вони не затримані. Ну, Гуков, власне, сам прийшов до органів. Ну, як це казав вже Іван Єхимович. І у справі технічно є показання з доказів, які якимось чином вказують на думку обвинувачення на причетність Гукова до цих подій і, власне, до розбою. Це показання самого Юрія і показання потерпілих. Це хазяїна квартири і його дружини, які перебували в квартирі в цей час, або в нічний, або в передничний час. І дійсно інші два учасники, ну, верніше, один з них забрав ноутбук, телефон, мобільний телефон і фотокамеру, фотоапарат цієї особи, яку їм наказав, можна так сказати, наказав Мельничук доставити до батальйону в зв'язку з його антиукраїнською діяльністю. І, власне, всі ці три речі, які технічно, ну, звичайно, вони є майном, вони і містять, ну, можуть містити інформацію, яка була їм необхідна, ну, для, звичайно, це не можна казати, що це були законні дії, і сам Гуков так не каже, але ж ми кажемо про це, що розбій – це корисливий злочин, метою якого і мотивом якого є заволодіння цим майном. А у показаннях потерпілих, ну, є показання Гукова і потерпілих, дружини, дружини, власника квартири, міститься така інформація, що коли один із них забрав ноутбук, він пішов на кухню і став там шукати, ну, щось шукати. Ну, тобто, власне, не йдеться про викрадення майна як таке, і всі ці три речі були лише для того, щоб, ну, якусь інформацію забрати. Да, ця особа, я маю на увазі, власне квартири, був побитий, його побив інший, інший із бійців Айдару, який був у квартирі, і після цього, ну, звичайно, дружина підняла галас, це було чутно сусідям, і Юра Гуков, ну, є його показання про це, і це не заперечують потерпілих, він намагався припинити це побиття, і, власне, він, ну, він дуже сильна і така могуча людина за статурою, він витягнув цього свого товариша, і вони, ну, можна сказати, убігли з квартири, тому що це вже був галас, вони, власне, намагалися забрати. Тобто, Гуков, ну, я як адвокат, ну, звичайно, це моя думка, це не думка суду або прокурору, але ж він не зробив жодної дії, яка є, складає об'єктивну сторону злочину, передбачена, як розбій. Тобто, він не застосовував насильство, він не погрожував насильством, він не вимагав віддати майно, він не відбирав це майно, він взагалі-то нічого не робив, крім того, що простояв біля відкритої двері цієї квартири. Потерпілих дали показання, вони навіть двічі дали, і, ну, за моєю інформацією, я мав доступ до копій матеріалів справи, нічого, жодних претензій до Гукова в них немає. Немає свідчень двох інших підозрюваних. Тобто, технічно, є лише показання Гукова і показання потерпілих, за якими Гуков не зробив того, в чому його інкримінують, ну, власне, у складі групи осіб за попередньою змовою. І, власне, це одно із головних місць для того, щоб, в теперішній час навіть не для того, щоб заперечувати обвинувачення, для того, щоб змінити запобіжний захід йому. І, власне, це було б центральним місцем у суді, але ж, як вже було сказано, адвокату і Юрію Гукову не надали можливості реалізувати це право. Хоча вони це і сказали, але реально воно нічого не призвело, тому що не було судового рішення. Суд не розглядав це, тому що суд розглядає це лише в нарадчій кімнаті, ви розумієте, що там слухали судді під мікрофон, це ще далеко не закінчення судового розгляду. І от виходить, що протягом вже 25 липня, червня його затримали, були формальні слідчі дії, а останній його допит, тому що більш нікого з цих підозрюваних не має можливості допитати, був 17 липня і все. І от питання, що робить досудове слідство. Да, в показаннях Гукова є ця інформація про те, що саме Мельничук дав їм вказівку. І якщо вже нема цих підозрюваних, залишається лише один Мельничук, як особа, яка мала бути свідком у цій справі. На мою інформацію Мельничук не був допитаний. І тому я вже не як адвокат, а як людина, я поділяю думку Євгена Захарова про те, що, звичайно, це все якісь ігри з цим призначенням прокурорів, призначенням підслідності справи, з особистим контролем Генеральної прокуратури і таке інше. І, власне, жодної дії, яку мав би вчинити суд, я маю на увазі апеляційний суд Київської області, тому що суд, ви всі знаєте, що він має робити? Він зобов'язаний судити, а не ходити біля судових процедур, якимось чином намагаючих уникнути при ухваленні рішення. Тому, звичайно, що така ситуація, коли апеляційна скарга адвоката на ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вона не була протягом майже місяця розглянута, а фактично більше місяця, якщо до 8 серпня рахувати. Звичайно, це пряме порушення закону і це і порушення Європейської конвенції, тому що фактично особа, щодо якої має бути переглянутість, законність, ухвалення рішення про обрання найбільш суворого запобіжного заходу, це не було зроблено. Ну і все, і у всякому разі головой, чи в судовому засіданні, мав би вжити заходів, щоб все було, відбулося на другий раз, але не на п'ятий. Ну, власне, коротко про те, що правова кваліфікація з нашої точки зору праваці подіють. Дякую. Я хотіла б сказати, що у нас є на связі адвокат і правозащитник з Луганська. Він следить за ходом, я бачу, я бачу, заходом зробити цього діла. Ігор, ви нас спрізні? Раз, раз. Так, ми все раз попробуємо связатися, але ви говорили, що ці случаи проти добровольців, вони не єдинічні. Не єдинічні, так. Не єдинічні. Тобто, що відбувається з Юрой Бухом, це продовжується і з іншими. І наскільки уголовне законодательство, яке приміняється в обычному, скажімо так, в мирному часі, це примінимо в конфлікті військовому. Тобто, що ми к нему прийшли, не з-за того, що він проросійською настроє, а тому, що він конкретно передавав інформацію. І як в цьому часі, чоловік, який працює відповідно проти України, а к нему прийшли люди, які добровольно прийшли захищати нашу країну, що треба законодательно оформити для того, щоб ці дела адекватно рассматривати, согласно ситуації, яка відбувається? Ну, видите ли, я считаю, що те, действительно, нарушення закона, які були тоді допоміщені в той період, були зв'язані з відсуттюю правової кваліфікації тих событий, які тоді відбували. Відповідна у нас не було введено військове положення, не було введено військове положення чрезвычайне. Дерогарция появилась гораздо позже, с большим опознанням, то есть, имеється в виду закінок об отступлении от необходимости исполняти европейскую конвенцію і у некоторій статті. С большим опозданием, то есть этот период ей не был охвачен. Поэтому получился правовой вакуум, когда реальность требовала каких-то действий, связанных с защитой территориальной целостности, государственности, людей, которых там преследовали. А делать это в рамках существующего закона просто было невозможно. И поэтому сейчас так много таких дел, я его знаю, более десятка дел, где обвиняют в разбое добровольцев. Хотя на самом деле цели, крысной цели захватить чужое имущество, его использовать для себя у них не было нигде. Это же надо устанавливать. И поэтому такая квалификация сегодня, в тех эпизодах, которые были год назад, она выглядит, на мой взгляд, очень странно. Я понимаю цель этих действий, сделать так, чтобы такого не было сегодня. Но гораздо более естественным было бы уголовное преследование тех, кто совершает преступление такого сольта сегодня, а не год назад. Когда был действительно, в общем-то, определенный правовой вакуум. И просто невозможно было выполнить законодательство. Мне могут возразить, что они не имели права задерживать. Это, по сути дела, задержание. Им было поручено человека задержать и доставить в отряд. И поскольку они не имеют полномочий задерживать, такие полномочия имеют только милиция, только на основании решения суда, то это действия были незаконными. Но, во-первых, они его так и не стали задерживать. То есть, нам не было как такого незаконного задержания. А, во-вторых, ну как можно было всерьез в то время, в начале июня, говорить о том, что вот они туда зашли, вызвали милицию. И милиция по их указанию, по их просьбе задержала этого сепаратиста, когда все хорошо знали, что милиция, наоборот, и Донецкая, и Луганская, и СБУ, и милиция предают Украину и переходят на другую сторону. Какой же смысл было вызывать милицию с этой целью? Совершенно было понятно, что это ничего не даст. Ну вот, вот так я вам могу ответить. У нас на связи Игорь Чудовский, вот мы как раз имеем честь его видеть. Игорь, вы нас слышите? Алло, алло, Игорь, вы нас слышите? Алло, да, слышно, мы теперь слышим вас. Вы следите, вы луганчанин, вы правозащитник, вы следите за ходом этих событий. Как вы, как луганчанину, что вы можете сказать, как в этой ситуации быть, как защитить своим же, которые свою же землю пришли защищать? Во-первых, как в этойbrosé, вы хотите принимать его решениях? О, вы видите, можно ли ему сказать? Я могу загасить. Если вы не делаете, что вы получите, то, к сожалению, тогда вы не получите право угрожение право угрожения. Изображение выключите. Упробуйте выключить изображение. На левую крайнюю нажмите. На крайнюю левую нажмите. Синюю левую крайнюю. Чтобы один друг. Воскресенье. У нас будет запознать у вас. Ого, задержка. Минута. Тлохая связь, ничего не имеет смысла. Может, громкая связь телефона и микрофона? Нет, давайте попробуем. Ничего не слышно. Сейчас мы попробуем связаться посредством телефона. Может, мы пока ответим на образы журналистов? Как-то так. Уже бесчитывайте час. Да, сейчас мы... Есть вопросы? Алло, алло, скайп, что-то у нас... Я не знаю, что-то у вас какие-то помехи там идут. Вот. Поэтому мы сейчас, если можно, вы выключите все средства, те, которые аудио. Да, ну, какое-то отражение идёт. А мы сможем телефон на громкую связь поставить, и вы ответите. Да, так будет нормально. Ага. Ага. Да, я вас слышу хорошо. И мы вас слышим теперь хорошо. Может, мы вам сейчас скайп всё-таки продолжим? Да нет, ну зачем я так слышу? Нет, скайпа очень плохо звуком. Мы вообще ничего не слышим. Ну, вот. Да, да, да. Вот. Ну, а то, наверное, это то, что... Ну, я считаю, что... Т.е. 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 Т.: Т.е. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. 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 Я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что 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 я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. И хочется верить, что и он, и с ним будет все украсть свои детьми, поэтому просим поддержать и информацию распространить в тех источниках, в которых возможно. Может быть общественное такое мнение приведет к тому, что в этой плоскости военного конфликта это все рассматривать, и они просто как обычные, что было бы для них. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо большое за конференцию. Мы будем следить за этим делом, и в принципе, если будет подобного характера, то можно. Спасибо. Спасибо.